здравствуйте друзья у нас молодой человек 17-летний из волгограда пишет что они с братом они ровесники два брата ровесники мама их 1 поднимала без отца и они с малолетства подрабатывали там чуть ли не 7 лет где газетки поднесут где там еще чего и сейчас кризис я не знаю я никогда не слышал чтобы кто-то там говорил кризис но заключен говорит что вот кризиса там мама потеряла работу что-то плохо с работой она уже три месяца три месяца где-то проработал ей там денег не заплатили и он ведь сюда живут нас там ну довольно молодых да тоже постоянно на деньги значит разводят то есть это поработаешь не заплатят тут поработаешь не заплатят там не заплатят и так далее и он спрашивает как вы относитесь к деньгам меня но может быть нас со светланы мы с и светлана тоже подключим наверное к этой теме у нас впереди выходные мы поедем там санта-круз будем рассуждать по дороге так вот об отношении к деньгам и отношении к разводу вот этим я к деньгам отношусь как ну там можно много говорить но понимаете как к деньгам надо относиться надо относиться легко в каком смысле на деньги не надо молиться понимаете деньги не надо вот так религиозно накапливать фанатично в них нет никакой магической силы в эти деньги это то что зарабатывается и зарабатывается чтобы тратиться давайте зарабатывать деньги чтобы их не тратить это где-то при предел просто безумие поэтому относитесь легко как тратить денег относитесь хорошо к зарабатыванию денег так и сфокусируйтесь на зарабатывать когда ты зарабатываешь ты можешь тратить это не важно ну еще заработал еще заработал еще заработал тебя тут кинули значит что произошло когда тебя кинули ты должен был в этот момент поумнеть то есть ты должен спросить себя вот вам 17 лет 17 лет это на самом деле уже достаточно взрослый парень в том смысле что ну как бы с пониманием каким-то это не 11 лет и там не 8 тем более что вы с детства подрабатывали то есть вы вы на самом деле гораздо взрослее чем 17 в социальном смысле и вот вы должны спросить себя нет ли в моей жизни такого что я на одни и те же грабли наступаю много раз вот меня тут где-то обманули а я еще раз пошел и меня точно также еще раз обманули и еще раз точно также обманули и еще раз точно также обманули эти вот это было бы проблемой человек не учится ведь он наступает на одни и те же грабли это это таки да проблем если вас тут обманули там обманули здесь обманули но это каждый раз там по-разному происходит это это не так страшно гораздо хуже было бы Если бы вы превратились в циника, который всех подозревает в том, что они жулики, это намного хуже. И дальше, кстати, он всего боится, и так, и так. И вот он защищается от обмана даже там, где и не было обмана, и так далее. Это хуже. С моей точки зрения, субъективно. Я видел очень много разных вариантов. Значит, есть люди нравственные, есть люди безнравственные. Тут ничего сделать нельзя. То есть вы не можете безнравственных людей сделать нравственным. Существенно оставаться нравственным самому. Это очень важно. Нельзя себя разменять и сказать, вот он сволочь, и я буду такая же сволочь. Нет, не надо так. Но, безусловно, надо потихонечку взрослеть. И надо видеть признаки нечестной ситуации. Например, вот, допустим, если мы посмотрим на эмигрантскую жизнь. Вот приезжает человек, у него нет разрешения на работу. Он говорит, пойду вот там куда-то подработаю на кеш. Незаконно. И идет, ему говорят, ну хорошо, вот там будешь получать раз в неделю, там, не знаю, 200 долларов. Вот иди, становись, работай. Проходит там неделя. Ему говорят, ну подожди недельку, вот сейчас денег нет там. Через три недели ему говорят, знаешь чего, и пришел бы ты отсюда, и, в общем, мы тебе платить не будем. Это довольно типичный расклад для людей, работающих нелегально. Но изначально-то что было? Он изначально сказал себе, я иду на незаконную операцию, так? Тот, который ему платит, тоже идет на незаконную операцию. Он исходит из того, что этот человек, который бесправный, не может пойти никуда жаловаться. Он не знает законов, он не знает, куда пойти, он ничего не знает. При том, что закон защищает этого нелегально работающего человека точно так же, как он защищает местного со всеми правами. Но никто об этом не знает. Ну вот тот, который работу дает, может быть, знает. А тот, который делает работу, не знает. Значит, теперь, возвращаясь к вашей ситуации, значит, вы, может быть, вы беретесь за что-то такое, где, ну не будет, может быть, мама, я не знаю. Ну вот те люди, которые периодически оказываются жертвами развода, может быть, они берутся за что-то такое, где вероятность развода невероятно высока. Или они какие-то условия важные не соблюдают. Но самое главное, что, я вас уверяю, что, не зная ничего о законах Российской Федерации, конкретно, я вас уверяю, что вы защищены законом. И вы, и ваша мама, если вы пошли куда-то, и вы, и вам не заплатили за работу, которую вы выполняли, да? Значит, вы можете, но если не одним звонком, то одним там посещением правильного учреждения решить этот вопрос на раз. Например, в Соединенных Штатах есть такой человек, должность такая, называется, labor commissioner, такой комиссар по, в словах комиссар, ну не важно. Вот такой, значит, комиссар по трудовым вопросам. Значит, ты приходишь и говоришь, вот заявление, пишется заявление, говорит, вот мне такому-то, такому-то не заплатили такую-то сумму за отработанное, там, по такое-то, там, число, не знаю, там, 150 часов, или там, 80 часов. И этот самый комиссар вызывает работодателя, и вот они рядом вот так садятся втроем, и он, говорит, работал, да, но, вот это, говорит, он уже даже не слушает, он говорит, вот сейчас чек пиши, и все, вот прямо тут пиши. А то штраф, а то, то, а все. Я вас уверяю, что законы Российской Федерации в этом смысле ничуть не хуже. В абсолютно любой стране мира сегодня закон на вашей стороне и так далее. Вы должны научиться пользоваться законом. Зачастую, вот, скажем, из эмигрантской практики, когда человек, который оказывается жертвой такого развода, даже нелегальный работающий человек, говорит, я сейчас пойду, или ты мне сейчас платишь мои деньги, или я сейчас иду, там, к лейбор-коммиссионеру, да, ему тут же отдают его деньги. Потому что никто не хочет связываться с системой. Вы поймите правильно, человек, который вам денег не заплатил, он не вас обидел, он на систему наехал, потому что система запрещает ему это делать. Значит, вы должны обратиться к системе и сказать, смотри, система, вот этот человек, он нарушил. Вы можете сказать, ой, закона нет, того нет, того нет. Это вы еще не в том, как сказать, вы не в том диапазоне операции, там, вот этого мира, преступного, полуприступного, блатного, там, еще какого-то, в которых это работает. Вы можете пойти и свои права докачать. Я вас уверяю, и мама ваша. Она может махнуть рукой, конечно, это тоже. Но пользоваться своими правами, они, у вас есть права, не думайте, что вы в абсолютно бесправном каком-то месте, у вас есть права. И я вас уверяю, что если вы там, в правильном месте, на каких-то форумах российских, там, поспрашиваете, вас изумительно этому научат, как все это делается. Вы не первый и не последний, и, безусловно, все это решается. Теперь, значит, что касается, что касается еще одного аспекта. Вы можете, в сегодняшнем мире, вы можете этому придавать гласность некоторую. Я не думаю, что, допустим, наш канал для этого правильное место, хотя мне не жалко, пожалуйста, значит, вот, может, такой-то, такой-то там, да, подрядили сделать денег, не заплатили. То есть, нас смотрят в Волгограде там тоже. Но, во всяком случае, есть, наверняка, местные какие-то ресурсы, там, на вебе, какие-то блоги, может быть, какие-то сайты, там, правозащитных организаций. Я не знаю, как они называются, ну, все что угодно. Но, безусловно, они есть, никаких сомнений нет. Значит, вы можете, значит, делать это достоянием гласности, вот это. И гласность – это то, чего эти люди боятся. Никто не хочет быть публично жуликом у всех на глазах, понимаете. Он может по-тихому, как только с вами по-тихому нельзя, сразу начинается другая история. Но, в общем, люди, которые меня слушают сейчас постарше, значит, они могут сказать, что я там идеалист, что я давно не жил в России, что я там еще чего-то и так далее. Но, как сказать, из меня давно ушла рабская психология. Была, вот так же, как в любом из там проживающих на этой территории граждан. Но я давно перестал быть рабом. И я вас уверяю, что живее я сейчас в Российской Федерации, я бы не стал уже снова рабом. Поэтому и вы не становитесь. Не нужно, вы еще молодой, не надо быть рабом. Вы скажете, я свободный человек, меня нельзя вот так вот, значит, развести, обмануть, там, у меня есть права. Я своего добьюсь. Вот эта жизненная позиция хорошая. Если вы этого добьетесь, вы и всего остального добьетесь. Но самое главное, конечно, учитесь зарабатывать, учитесь хорошо зарабатывать. И учитесь принимать уроки от жизни. Понимаете? Самое главное, что вы потеряете в данном случае, это, возможно, потеряете. Это не выученный урок. Уроки надо учить свои. И мы поговорим, там у нас еще есть тема, спрашивают, там, человек играет на бирже, и все время то заработает, то теряет, то заработает, то теряет. Он не зарабатывает ничего, он учится. Если учится, если он не учится, а только вот этим вот занимается, конечно, это катастрофа. Но если он учится, если он в следующий раз лучше, и лучше, и лучше, и лучше это делает, это другое дело совсем. Поэтому вот я бы на этом сфокусировался. Деньги, грязь. Конечно, можно сказать, а где взять этой грязи побольше? Заработать. Но чтобы заработать деньги, надо понимать роль денег в жизни человека. Понимаете? Деньги это не то, из-за чего вы придете с утюгом, там, к этому, там, негодяю скажете, вот тебе утюг, там, или отдавай деньги. А поскольку, значит, у нас теперь услуги возникают дополнительные по сбору денег, значит, строй больше отдавай. Вы этим не занимаетесь, это не ваше дело. Вот. И вы не воспринимаете это как обиду личную, что вы теперь жить не можете, с моста броситесь, там, и так далее. Это проблемы этих людей. Значит, если это становится вашей проблемой, значит, вы по закону, который на вашей стороне. Ну, научитесь пользоваться. В конце концов, ну, что ж такое. Это же ваша страна, это ваши законы, это ваша жизнь. Ну, давайте. Счастливо.